Подарок к юбилею студенты Новосибирской консерватории готовят приношение Рахманинову. Завтра хор вуза впервые выступит в реконструированном Большом Зале. Коллектив исполнит литургию святого Иоанна Золотоуста и другие редкие произведения. Алексей Кудинов побывал на репетиции. У Сергея Рахманинова лишь два больших акапельных произведения для смешанного хора. «Все ночные обдения» и «Литургия святого Иоанна Золотоуста». Эти сочинения считаются вершиной русской духовной музыки. Они написаны на основе канонизированных церковных текстов, но являются скорее светскими. «Когда прошла премьера, те священнослужители, которые были в зале, они сказали, что это, конечно, не церковная музыка. По одной причине, что это слишком эмоционально, это слишком ярко, это слишком личностно, это такое прочтение Рахманиновым церковных текстов. Но если говорить о самом Сергею Васильевичу, он пишет, что с четырех лет его бабушка и мама водили каждое воскресенье на службу, и вот эти песнопения Актоиха, они вошли в него, вот, как бы, знаете, ну, как воздух. «Литургия святого Иоанна Золотоуста» – попытка передать музыку знакомую с детства. Очень личное высказывание Сергея Рахманинова. Сочинение впервые было исполнено в России незадолго до Первой мировой. После революции духовная музыка композитора в стране почти не звучала. В репертуар профессиональных коллективов литургия вернулась в конце 80-х. В завершение юбилейного года Сергея Васильевича Рахманинова мы решили сделать такую мощную, интересную программу. Это, ну, достаточно сложное произведение, но вот силами нашего хорового коллектива, наших студентов, в этом новом акустическом пространстве мы, как бы, намаливаем этот зал. В 2023-й в России официально объявлен годом Рахманинова. В стране и за ее пределами прошли сотни концертов, выставок, конференций, посвященных 150-летию со дня рождения композитора. Смешанный хор студентов консерватории готовился к этому концерту с начала сентября. Музыканты говорят, что далеко не каждый светский или церковный коллектив может исполнить это произведение. Это сложная для исполнения музыка. Поэтому она требует очень большого подготовительного этапа и очень большого репетиционного, длительного репетиционного времени. У церковных хоров по части просто нет этого времени. И комплектация хоров может быть недостаточной, потому что это для басов профунда, это очень низкие, самые низкие басы, каких нет в Европе. Это сразу отличает нашу культуру от европейской. Это такой фундамент звучащий, да, это такой звучащий храм, да, на сцене. ПЕСНЯ Первый концерт хора в новом Большом зале консерватории называется «Приношение Рахманинову». Кроме музыки самого Сергея Васильевича прозвучат неизданный третий духовный концерт Аскольда Мурова и сочинение нашего современника Сергея Якимова. Алексей Кудинов, Александр Ведерников. Новости ОТС. Продолжение следует...